Вдарим по олдскулу еще раз! Никаких русских и террористов! Никаких элементов РПГ, чтобы показаться глубже, серьезнее и элитарнее! Независимые польские разработчики на собственных технологиях без помощи издателей сделали скромный, но один из самых шутерных шутеров в этом году! Представляем вашему вниманию видеообзор игры Hard Reset на Playground.ru Итак, мрачнейшее будущее! Киберпанк во всей своей красе, с большой корпорацией, с нанотехнологиями, субличностями и машинами, которые осознали сами себя и практически устроили человечеству кирдык. Большая часть игры проходит в ночи, и лишь на финальном уровне можно увидеть грязное оранжевое небо. Трудно не заметить, что разработчики, как и многие до них, вдохновлялись фильмом «Бегущий по лезвию». Хотя, стоит отметить, что есть что-то и от пятого элемента. В любом случае, из киноклассики было взято самое лучшее и самое темное, пессимистичное. Все начинается с того, что в один из секторов прорываются машины и начинают всех убивать. Главного героя, Нуарного в доску, посылают прямо туда, чтобы зачистить территорию и восстановить порядок. Довольно быстро вся операция перерастает в миссию по спасению человеческого вида от полного уничтожения. Впрочем, чем все кончилось, разработчики не рассказывают. Игра просто заканчивается. Вообще, сюжет Hard Reset – это его самое слабое место. Во-первых, он, по сути, не имеет финала. Во-вторых, он пестрит сценарными пробелами и недоговорками, как и Решито дырами. Хотя вселенная выглядит очень интересно, локации тщательно и талантливо проработаны. С другой стороны, разработчики о сюжете думали явно в последнюю очередь. И, если на чистоту, он не играет особой роли. Ведь никто не играл в оригинальный пейнткиллер ради сюжета. Он там был весьма необязательный. Так и здесь. Потому что Hard Reset – это первая игра, которая показала уровень самого первого пейнткиллера. Без шуток. Адреналин начинает вливаться в кровь с первых же минут, постепенно увеличивая дозу. Разнообразные враги налетают толпами, заставляя бегать и стрелять, принуждая лихорадочно искать аптечки и быстро уклоняться от атак. Все вокруг взрывается. Враги взрываются, бочки взрываются, машины взрываются. Сначала набегают мелкие роботы-крысы, потом какие-нибудь ракетометчики и боссы. Да, гигантские боссы, требующие усердия и терпения. Времени отдыхать почти нет. Каждая локация превращается в поле битвы, где никогда нельзя останавливаться. Тот, кто становился – покойник. Тот, кто позволил загнать себя в угол – покойник. У игрока есть два типа оружия – обычное, огнестрельное и электрическое. Каждый из них можно модернизировать, таким образом превращая одну пушку в несколько пушек. Например, был пулемет, а потом стал пулемет и ракетница. И дробовик в придачу. Кроме того, есть еще ряд мелких апгрейдов, вроде увеличения обоймы, изменения дальности стрельбы и других фишек. Также, разумеется, можно улучшить самого персонажа, добавив ему здоровье, брони или чего-то еще. Хотя, конечно, ничто не спасет от взрывоопасных объектов, если находишься к ним очень близко. В таком случае они разорвут героя в момент, чувственным хрустом и чавканем, размазывая его внутренности по экрану. Жаль, что удовольствие – это короткое. В игре меньше десяти глав, и в ней нет мультиплеера. Зато ее можно пройти заново со всем сохраненным опытом. Слава богу, она относительно хардкорна и приветствует тех, кто готов проходить ее на максимальной сложности, давая ему больше очков. Hard Reset – это жесткий удар ностальгии. Напоминание о том, что традиции таких прекрасных, но уже старых игр, как Doom, не забыты. Удачи и до встречи на Playground.ru! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА